Есть ли у них тогда такие убеждения, неужели они так плохо относятся к Беларуси? То есть такие очень эмоциональные вещи, например, что Беларусь наклевнится России, гири на пути ее развития. Мы все прекрасно понимаем, что есть свобода слова, что это святое, это инструмент, вообще возможность существования журналиста как профессионала. Но что бы Вы пожелали российским журналистам, которые вот так пишут и Беларусь? Например, недавно ссылка на неанонимный источник из Кремля, где просто в оскорбительной форме было сказано, что, ну, наверное, кто-то уже не хочет быть президентом своей страны. Я все помню, у меня профессия такая. Что бы я пожелал журналистам из Беларуси или российским журналистам? Только одного. Говорите правду. Это святая обязанность любого журналиста, безотносительно того, в какой стране он живет и в каком средстве массовой информации работает. Или в скромном интернет-издании, которое отчисляет себя в книге, в качестве оппозиционных или в мощном государственном СМИ. Обязанность говорить правду. Значит, что же касается оценок, то они всегда будут очень различными. Здесь нечего обижаться. Те, кто пишут экономические эссе, разговаривают на тему о том, что кто-то там гиря, а кто-то помощник, высказывают свою точку зрения. К этому относиться нужно спокойно, тем более, что альтернативные или диаметрально противоположные точки зрения высказываются в белорусских средствах массовой информации по поводу помощи и поддержки Российской Федерации. Я не вижу в этом ничего плохого. Здесь незачем друг на друга обижаться. Но обязанность говорить правду, действительно, это святая обязанность любого средства массовой информации. Значит, что же касается тональности дискуссии и нашей корректности, то здесь, в общем, есть о чем поговорить. Наверное, мы тоже не безупречны. Я имею в виду Российскую Федерацию, отдельных должностных лиц, которые что-то говорят, или неких источников, которые те или иные сигналы посылают. Но мне бы хотелось обратить внимание на то, что за последнее время со стороны наших белорусских партнеров и самого президента Беларуси было сделано значительное число эмоциональных заявлений, которые зачастую выходили за рамки дипломатического протокола. А если говорить предельно откровенно, носили весьма специфический характер по отношению к отдельным должностным лицам Российской Федерации. Я имею в виду и членов правительства, и председателя правительства нашей страны. Мне это не нравится. Я считаю это недопустимо. Более того, попытки каким-то образом показать, что мы можем выстраивать теплые отношения личные, но в то же время и при соответствующих характеристиках, даваемых членам правительства Российской Федерации, это путь в тупик. Потому как это правительство, которое было назначено Государственной Думой по моему представлению. И когда тот или иной мой коллега полемизирует с этим правительством, он полемизирует со мной. Здесь другого варианта быть не может. Вывод. Нужно быть более сдержанными. Пожалуйста. Генералистов тоже? Конечно. Вам тоже. Некоторые аналитики и у вас, и у нас в Беларуси замечают, что Россия дублирует, если не каждый шаг, то почти каждый шаг Лукашенко. Которого в нашем, конечно, стыдно кое-кто называет последним диктатором Европы. У нас никогда губернаторов и мэров не выбирали. Они назначались и назначаются. И вы отказались от промых выборов. У нас на телевидении, на радио, в государственной газете не может пробиться ни один оппозиционер. И я давно не вижу на ваших экранах ни Немцова, ни Костянова, ни Каспарова. Можно продолжать проводить эти параллели. Это что? Выражение солидарности. С Александром Григорьевичем? Или демократия какая-то своеобразная по-российски? Знаете, я вот сейчас давал оценку эмоциональным всяким вещам. Как вы, наверное, обратили внимание, достаточно такую лаконичную и, надеюсь, четкую. Что же касается всякого рода полезному опыту, его можно и скопировать. Почему нет? Это, на мой взгляд, не самая плохая вещь. Значит, но если говорить, скажем, о политическом устройстве, но при всем уважении к нашим белорусским друзьям и к белорусскому политическому устройству, к белорусским правилам, не только у вас губернаторы назначаются на должность или, как у нас, наделяются полномочиями не путем выборов. Значит, есть и другие страны, европейские страны с, как принято говорить, опять же, развитой демократией. Это вопрос уже конкретного государства, какую систему воспринимать. Я на эту тему неоднократно говорил, еще раз могу сказать, в этом кругу. Я не считаю, что избрание губернаторов является признаком демократичности того или иного государственного устройства. Более того, в ряде случаев такого рода технологии создают противоположный эффект. Поэтому мы в какой-то момент поменяли эту ситуацию. Я уже неоднократно на эту тему тоже говорил. Я не считаю правильным возвращаться к выборности губернаторов, во всяком случае, в исторической перспективе. Но это моя точка зрения. Естественно, всякий человек, который впоследствии будет работать в должности президента, может свою точку зрения предъявить общественности. Но мне кажется, что для России это наиболее оптимальная система управления, потому что управлять Россией, скажу вам откровенно, это очень нелегкое дело. Это все-таки федерация с 83-мя субъектами федерации, которая простирается пока еще на территории 11-часовых поясов. Теперь в отношении средств массовой информации. Опять же, это вещи уже такие субъективные, оценочные. Мне неоднократно приходилось на эти вопросы отвечать, и вам скажу. Я не считаю, что в наших средствах массовой информации, в нашем медийном поле происходит какой-то регресс. Другой вопрос, что мы меняемся, и наши СМИ отличаются от СМИ 90-х годов. Может быть, в них меньше таких политически забористых тем, но только лишь потому, что они в меньшей степени интересны нашим гражданам. В 90-е годы недостаток материального благополучия компенсировался бесконечными политическими дискуссиями. Это, кстати, один из способов управления. Когда есть нечего, лучше подкинуть тему для разговора. Но когда мы нацелены все-таки на такой созидательный труд, нужно работать. Это откровенно вам скажу. Но все оппозиционные персонажи вполне способны донести свою точку зрения до самых широких кругов нашей заинтересованной общественности. Если говорить о названных вами людях, вопрос в том еще, кого те или иные люди, политические силы какие они представляют. У нас есть оппозиционные партии, входящие в состав парламента, и не входящие в состав парламента, которые регулярно появляются в СМИ. Естественно, и в телевизионных форматах. И говорят, в общем, все, что хотят. Но если те или иные политические фигуры вообще никого не представляют, то они, как правило, никому и не интересны. Но даже у таких людей есть возможность донести свою точку зрения при помощи современных технологий. Если говорить об интернете, то у нас около 50 миллионов человек практически пользуются интернетом. Это почти половина взрослого населения нашей страны. Почти половина. Там огромное количество медийных ресурсов, огромное количество интернет-ресурсов, в том числе масса оппозиционных. Все, кто хотят, и упомянутые вами, коллеги, они говорят все, что им заблагорассуется. Они обличают власть, они предлагают свои рецепты исправления ситуации, они участвуют в публичных мероприятиях. Так что в этом смысле ничего не изменилось. Продолжение следует...